Я говорю, что это знание. Итак, надо платить цену, мои хорошие. И цена не заключается в том, чтобы кто из вас докажет. Есть женская правда, есть мужская правда. Женщина никогда не поймет, что мужчине надо. Сколько бы он ей не рассказывал. Мужчина никогда не поймет, что женщине надо, сколько бы она на него не обижалась. Человек может сам только понять, что другому человеку надо. Для этого нужно несколько условий. Первое условие. Он должен стать самодостаточным. Самодостаточность приходит от Бога, а не от человека. Если ты сам не хочешь стать самодостаточным, тогда Бог тебя заставит с помощью жестокой судьбы. Он оставит тебя одного, разрушит твою жизнь, сделает так, чтобы у тебя никого и ничего не было. И тогда тебе придется полюбить Бога и долг. Вот я говорю честно, просто и спокойно. Эту тему мы вечны. Не хочешь полюбить Бога, когда приходит жестокая судьба, значит, будет депрессия, которая приведет к раку, там, или еще чего-нибудь. Думайте, что жить в депрессии безопасно. Каждый день депрессии – это увеличение Бога психических внутри, которое приводит к смерти. Не хочешь жить – помирать. Жизнь исходит от Бога. Человек должен, когда и плохо, бежать на природу. Бежать добрым людям, бежать вправо. А если он никуда не бежит, значит, ему эта жизнь не нужна. Понимаете? Когда человек научился быть самодостаточным, надо теперь, как этот мужчина, мне говорю, «Халя Кеннадьевич, я не могу без нее жить, она у меня в просьбу». Я говорю, «Чего вы хотите от меня?» Говорит, «Я хочу, чтобы вы меня научили спокойствию в сердце». Я говорю, «Сердце, начинайте благодарить, вспоминайте все хорошее, что было в жизни. Если вспоминается плохое, отвергайте. Благодарите Бога за все, что было. И в это время вы отольетесь от этой девушки, которая вас взросла. И у вас появится спокойствие, самодостаточное. И вот, и через месяц я приезжаю в Москву. Такой селит, как-то счастливый. У него ничего получилось. Он говорит, «Получилось». А он-то меня спрашивает, как ее вернуть. Я говорю, сначала надо самодостаточность, доследить спокойствие. А потом уже дальше связь между сплами, чистую память восстанавливать, чтобы она вернулась. Только в чистоту человек может вернуться. Вот если человек был зайчиком мягким, пушистым, но стал скользким, вонючим, лягушкой, то к нему вернется. Зайчик только к зайчику восстанавливается. Один зайчик подскакивает, говорит, что такая скользкая, вонючая. Она говорит, «Да у меня жестокая судьба, вонючая. Так я обычно мягкий, вонючий. Для того, чтобы скользко и вонючее не было, надо настраиваться в этот проект, когда жестокая судьба не думать о плохом, а благодарить Бога. И настраиваться на святых людей, на их голос, на их звук. Ну и он настроился, вот мудрый человек. И такой сидит, счастливый. Я говорю, ну что, все, говорю, спокойствие в сердце есть, он говорит, есть. Ну, теперь возвращай свою девушку. Он говорит, да нафиг она тебе иничная. Только девушек хороших, красивых, пока. Чего это для него возвращать? Вот мы такие эгоисты, понимаете. Чуть лучше стало, то пошли все нафиг и все. Не так хорошо. Понятно? А надо на вторую с вами перейти. Теперь хорошо стало, теперь сделай счастливым своего близкого человека. Вот с этого момента можно изучать уже, как сделать счастливым мужем. Обрети женскую мудрость. Надо понять, что мужчина бывает в зоне скупости живет, бывает в зоне щедрости. И этот переключатель от скупости к щедрости женщина делает. Это не мужчина сам переключает себя от скупости к щедрости и наоборот. А женщина его переключает. Как это переключение происходит? Вот она смотрит на него и она согласна с теми правилами, которые вон не будет. Потому что мужчина это берега реки. Она река. А он ограничивает ее от течения. Реке никогда не нравится, что ее ограничивают. Но если ей берега расширят, она расплывется и превратится просто в дождевую воду, которая сосется в землю и погибнет. Реке нужны границы. Иначе ее не будет. Вы согласны, что реке нужна граница? Представьте, сейчас взять берега, разобрать у реки, что с ней произойдет? Она вот так вот растечется и все. И не будет реки. Реке нужны границы. А женщина безграничная по природе, знаете об этом? Сколько ей еда и все мало. Она привыкает быстро ко всему. И больше хочет. Да и природа такая. Река должны быть очень крепкие. Стойкие просто. А река, если она чувствует, что берега узкие, она курит ночные и разрушает берега. Мужчина должен раздвигать. Давать достаточное течение. Нельзя делать плотину. Она наполняется. Потом у нее есть несколько вариантов. Первый вариант. Она обходит плотину. Или она ей пренебрегает. Начинает перетекать ее. Или еще хуже. Она вытекает из русла и течет в другое место. Если плотина выше русла, то она вытекает из русла. И в другое русло потекла. Не дают ей течь. Значит, тогда все. До свидания. Плотина – это означает прикрывать желания женщины. Вот мужские желания заканчиваются или нет? Заканчиваются? Заканчиваются. Почему? Потому что так мужчину не стройно. Мужчина что-то хотел, хотел раз задумать. Ну вы же у них пенс. Да, ну у него заканчивается. А у женщин желание не заканчивается. Вот у нее есть какое-то желание. И что с ней только не делай, но у нее есть и есть. Вот она, допустим, ребенка хочет, и хоть и убей. Вот я, допустим, хотел ребенка. Ну, что-то не получалось. И у меня закончилось желание. А если бы я женщиной был, у меня бы не закончилось. Потому что женщина, она течет. Женщина рождается для счастья. А мужчина рождается для того, чтобы дарить этой женщине это счастье. Вот мужчина сделал жену счастливой, ему тоже хорошо. Он радуется, потому что она счастливая, дети счастливые. И мужчине тоже хорошо. А вот если женщине, если мужчине хорошо, а женщине плохо, ей хорошо, а другая, ей станет. Вот мужчине, допустим, плохо, но жене и детям хорошо. Ему тоже станет хорошо. Но если женщине плохо, а мужчине хорошо, она его загрызет. Потому что для счастья рождается не мужчина, для счастья рождается женщина. И женщина это прекрасно знает. Она, когда у нее муж появляется, она говорит, сделай меня счастливой. Дай мне то, дай мне сё, пятое, десятое. Она начинает сразу требовать для своего счастья все. Так или нет? Мужчины дают, если они находятся в зоне щедрости. И вот женщина должна, мудрая женщина, что она делает? Она вводит всегда в жизни мужчину своего, в зону щедрости. Первое правило. Она должна принять, если она хочет лучше жить, сначала она должна принять условия жизни мужа и его призвание. Две вещи. Принять. Хочешь, чтобы лучше жизнь была? Условия жизни мужа. Прими. Его призвание. Прими. Если он летчик, значит, убей летчиков. Сколько денег дает, столько и хорошо. Все. Это самое первое условие. И ты сразу и вводишь в зону щедрости. Вот он, допустим, ты приняла от него все, что у него есть. Вдохновлена его деятельностью. Удохновлена условиям жизни. С этого момента он входит в зону щедрости. И он будет больше, тебе добавить. И больше, потому что у него просыпается удача через него. И он начинает действовать удача. Но еще две вещи надо сделать. Первое. Надо согласиться с правилами жизни, которые он требует. Он говорит, вот так вот надо жить. Он говорит, вот так надо жить. Надо сказать, да, он хороший. Значит ли это, что вы так будете жить? Нет. Потому что вы его ввели в зону щедрости и просили, что хотите теперь. Понятно? Надо согласиться с тем, что он требует. Это первое. И второе. Не нужно опровергать его взгляды. Вот он демокомию начал, вот знаете, когда мужчина залазит наверх такой. Курочки в это время что делают? Они все нагибаются и такие пуперочки распускают. Так? Укоррекать в ответ не надо. Если петух укоррекает, все пулочки сидят и молчат в это время. Или укоррекают тоже. Я уже в Казахстане. Вот так. После лекции принесли мне цветы. Конфеты, мандарин. Я начал конфетами кидать и все женщины как-то ломанулись на меня в основном. Ну, некий обычный такой конфет, это для удачи. Я начал их играть, все конфеты кукать. Как ломанулись. И стол прямо сметает. Меня прямо сметает. И мужик один. Ну, они такие, как пошли только и меня уже, ну, все, скоро задали. Много женщин сразу вымотнулись. Мужик один. Стоять! Казан крикнул. И они такие, раз, все сразу застыли, прям, все женщины, такие, раз. Надо секунду. И потом опять снова. Да? Ну, уже потише, не так сильно. Когда петух кукарекают, все женщины, они, что делают? Застывают в это время. Понятно? Не надо в ответ кукарекать. Не поможет вам в жизни. Да? Как надо. Четыре правила запомнили? Принять условия жизни мужа. Принять его финансовые возможности. Принять его взгляды. И принять его деятельность. Это все надо принять. Как только вы это все приняли, он сразу становится щедрым и готов вам отдать даже свою жизнь. Мужчина может погибнуть за свою жену даже, если она вот это все сделала. Женщины же что делают? Они делают все наоборот. Они полят мужа в зону скупости и потом хотят, чтобы он им что-то дал в жизни. Если ты не принимаешь характер, то есть не принимаешь достаток мужа, условия жизни, его направленность деятельности, его взгляды, не принимаешь все это, то он входит в зону скупости и тебе ничего не дадут жить. Он будет против тебя всегда действовать. Он будет тебе назложить. И гнобить тебя будет все время. И тебе с ним будет очень плохо. Женщины запомнили? Итак, мужчину надо в зону щедрости вводить. А женщину в какую зону надо вводить? В зону нежности. Сейчас запаснем, что ли. Зона нежности. Где находится зона нежности? Это когда мужчина никогда не приносит жене беспокойства. Он пришел домой, он на работе был в любовь, а дома стал в дневник. Он ведет себя очень аккуратно, с ней нежно, ласкно. Моя дорогая. Можно я сяду за стол по кучу? Можно я послал? Можно я посмотрю, кто есть? Я тебе не помешаю, если я здесь посижу с тобой. Но дано ты мой хороший. Ты, конечно, можешь посмотреть, ты можешь поспать, но ты мне не помешаешь. Знаете, мужчины, когда разум у женщины включается, вот маленькая девочка, вы хотите, чтобы у вас дочка разумная была? Хотите? Если вы что-то ей объясняете, дождитесь, когда она успокоится, когда она выйдет в состоянии эмоций, дождитесь, когда она успокоится и разговариваете с ней по-доброму. Объясняйте все по-доброму. Не надо ее ни укорять, ни ругать, ни насмешечки с ней никакие не надо делать. Просто по-доброму, спокойно ей объясняйте. И она станет разумной. Потому что разум у женщины просыпается только в нежной, доброй, ласковой атмосфере. Понятно? Но если вы начинаете ее укорять, начинайте грубо с ней себя вести, неласково, она тупеет. Вот любая женщина, если с ней грубо что-то говорит, строго, строго если говорит женщине, она дуреет, она перестает быть нормальной, у нее психика не выдержит. Женщина может она выставая вот так, аккуратно, вот так, все. Больше никак с ней нельзя говорить. Скажешь, не кивай, гадали, 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 понятно? Личина? Конечно, ласково нельзя неласково. Вот если, допустим, на женщину неласково, у нее сразу вот здесь раз замыкает, она такая, она не понимает, что он хочет от нее. У нее голова даже начинает болеть, движение тут такого взлетает, тогда же он же молчит. Так же, Да, конечно. А дальше она начинает истерить, топать, ногами, пищать, бежать, может поцарапать, поцарапать, может поцарапать иногда. кусать, рвать все, что у человека, у мужчины на теле, и все отвергается. Царапается, бьет все, топает ногами, бежит. То есть из нее какой-то океан огня, огненная сила такая. Понятно? Женщина в отношениях имеет огненную стрелу, и это такое никогда не надо разжигать. Вот, допустим, горит огонь. Вот пламя горит. Если, допустим, взять его и так раз, резко с ним обойтись, что дальше будет? Оно откачнется сначала, да? А потом? Потом тебя обожмет назад, например. Огненная, горячая энергия у женщины, горячая огненная природа. И женщинам не надо поэтому очень аккуратно, мягко, нежно, ласково. Ласково это обуздать пламя. Ласковое впечатление обуздать пламя, чтобы оно спокойно горело. Не надо его возбуждать. У них эмоции начинают. А если иногда само по себе у женщин эмоции есть, тогда надо болеть. Вот видите, женщина такая загорелась. женщина если женщине плохо, то что будет с мужем? Очень плохо. То мужу будет еще хуже. Почему? Потому что она не может терпеть, когда ей плохо, надо чтобы ему было хуже. Женщина родилась для счастья и она не может жить. Когда у ней нет счастья а мужу сидит ему хоть бы что мне плохо а ему хоть бы что значит что надо делать подходить к нему надо и выносить ему мозг. если мужчина видит женщине плохо что надо делать? А если она в это время еще хуже подошел она такая хм 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 скалистым нет надо просто болеть хм хм видишь что жена как агрессирует если у жены есть у женщины разные стадии есть эмоции понимаете вот если невысокая степень он подошел и успокоил она успокоилась пошла а если высокая степень не трогая ее мужчина должен быть очень мудрый в семье вот допустим лев с столицей сидят в кресте такие смотрят вперед не разговаривают сидят такие и лица поворачивается калю говорит ну что извиняться будешь и он такой сейчас силами соберусь опять сидят дальше она поворачивается говорит ну что он такой прости меня дорогая зато что ты меня укусила вот это мужчина достой любви который вот так себя ведет он шутку все воспринимает никогда не женщину не укоряет не обвиняет ведет себя подобранным и всегда шутливой формы потому что в любви не надо искать правды мои хорошие и правды нет потому что любовь она очень горячая по природе и когда она горячая то ты правду ищешь и сгораешь просто в этом окне там интересно есть вопрос скажите пожалуйста как понять вот допустим после смерти можно попасть в рай или в ад а можем отправиться обратно сюда же родиться мужчиной или снова женщиной как понять но если допустим женщина была привязана женщина всегда думал о женщинах родить 숨лее жизни если человек был окреченный в следующей жизни родиться тем же самый Или если человек не справился со своими обязанностями, то тоже тем же самым выписывается. Если женщина вела себя... Ну ладно, я не буду об этом говорить, что это золотенье. Ну то есть, если человек добрые дела совершал, пойдет праздник. Если перевешивают злые дела, пойдет в арку. Если примерно одинаково, останется нацепление. В чем ваш вопрос? Мне казалось, что до конца проработать нужно почти на состоянии чудесной святости. То есть, ты можешь прирождаться, прирождаться. Если ты будешь святость, дойдешь до святости, пойдешь в духовный мир. Кроме рая, есть еще планеты, где живет Господь со святыми. И там никто не прирождается. Это не рай. Не надо путать. Рай, это с рая опять падает вниз. Рай, это не духовная реальность. Рай, это где, ну, пятерочники живут. А есть еще святые, которые достигли чистой, светлой любви. Они знают, как убить. Цель человеческой жизни – это любовь. И не надо дешево жизнь воспринимать. Надо понять, что это настоящий любовь, когда ты забыл про себя, отдаешь жизнь другим, Богу. И без Бога это невозможно, потому что мы без зеркала. Мы можем только отражать. И поэтому требуем, требуем, требуем. Надо брать у Бога и отдавать близкому человеку. Брать у Бога и отдавать близкому человеку. А без самодостаточности это невозможно. Поэтому надо учиться самодостаточно. Надо силы брать не близкого человека у природы, не близкого человека у добрых людей, не близкого человека у Бога. А близкого человека отдавать, дождаться благодарности. И этой благодарностью жить. Я за все, за все Тебя благодарю, дарю. Поэтому благодарность – это начало счастливой жизни. Если человек не может благодарить, а все время что-то ждет, требует, недовольство, поэтому и вот Алилу, и Алилу, и люди будут повторять, альхамдулили, альхамдулили. Постоянно повторяют. Для чего? Для того, чтобы научиться благодарность. Не, не, не страшно. Ты что? Ладно. Понятно? На вопрос ответил? Дальше вопрос? Да? Вы знаете, что жена должна взгляды от мужа принять, да? А если сначала брат был один, то не взгляды, а потом муж поменял полностью, что взгляды, религиозный взгляд поменял. И жена требует, чтобы она тоже приняла бы свои взгляды. Это показывает, что это? Ну, хорошо. Вот, допустим, муж требует, чтобы жена поменяла взгляды религиозные. Вот, допустим, муж стал мусульманином, она христианка, и она, допустим, не знает, что ей делать. Он говорит, принимай мусульманство. Надо понять такую вещь, что мужу нужно не сердце жены, а нужно поведение. Вот есть такой фильм «Джанхай Акбар». Акбар – это мусульманский правитель, который проработил всю Индию. Почему он это сделал? Потому что он людям давал возможность верить в Бога, как они хотят. Он просто устанавливал власть. И давал всем поклоняться. И он даже взял индуистку с жену себе. И ей целую часть дворца выделил своего, в которой она жила и была счастливой. И он кушал даже пищу, которую она готовила. Но когда она с ним рядом ходила, она одевала одежды, которые соответствовали его положению. Она одевала 18 одежды рядом с ним. То есть надо внешне жить в той культуре, которую исповедует муж. Но внутренне поклоняться Богу, как ты считаешь нужным, я никто не заставил. Ты можешь договориться с ним, я внешне готов вот это все сделать, что ты просишь. Но внутри я буду все равно следовать своей культуре. Женщине легко приспособиться внешне и вести себя так, как муж хочет. Но внутри она заставить Бога любить, как ты хочешь, невозможно. Каждый человек все равно будет любить Бога, как он считает нужным. Это правильно так делать. Второй вариант. Если ты так не можешь сделать, тогда договаривайся с ним. И договориться можно, если ты платишь цену, если ты его любишь, уважаешь, ценишь, то он тебе даст возможность любить Бога, как ты хочешь. Надо эту цену любви заплатить, и тогда он будет снисходительным. Но исключение составляет муж, который занимает высокое положение в обществе. Если он высокое положение занимает, а жена не поддерживает его, это предательство. Ну, то есть, допустим, он мусульманин, высокий статус людей. Жена должна обливать одежду и показывать культуру, которую он исповедует, иначе это предательство. Понятно? Да? Как быстрее очистить себя от человеческих качеств и преобладать божественностью? Божественность. Надо служить Богу и верить Ему, и верить святыми, и перенимать в них. Это процесс постепенный, не может быть быстрее. Ну, то есть, постепенно мы перенимаем божественные качества, когда служим. Вот кому мы служим, такими мы становимся. Субтитры создавал DimaTorzok